россиянине рассказала моя подписчица из украины что ее прапрадед заказал из америки трактор жил где-то венецкой области и но был крестьянином заказал трактор из америки и по венецкой области ездил американский трактор это звучит настолько охуительно что вы россияне напишите это все выдумки давайте начинайте у вас в каком году появились американские трактора уже после смерти сталина до после смерти горбачева после смерти ельцина путин поднял с колен чем поднимал с колен когда американские тракторы уже были до коллективизации когда пришла коллективизация разумеется американский трактор пошел в колхоз ну и соответственно все что у него было у него даже был гроб который сам для себя сделал из красного дерева они его тоже реквизировали и сделали из него кормушку для коней из красного дерева кормушка для коней это же самое то же самое забираю свои слова обратно у вас путин живет огромный особняк в геленджике ничего с этим особняком сравнить нельзя ну может быть эрмитаж сравните сколько стоит эрмитаж да и сколько стоит особняк путин да представьте что вы зашли особняк путина и все что он там сэконома скопил за все свои эти тяжелые годы пота и крови и вы это все для кормушку до коней себе какие нити вот короче дальше следующее поколение когда уже их коллективизировали это уже было после войны вот 50-60-е годы выращивали хряка подвале и резали тоже в подвале тогда нельзя было держать частную собственность представляете хряк жил в подвале и резали в подвале это для тех кто скучает по советскому союзу и по россии это для тех ждунов которые называют себя партизанами вы хотите чтобы опять у вас все забрали и вы выращивали хряков подвале да это я все к чему апсияне но вы есть рапсияне россии нет а рапсияне есть я согласна что россии нет есть рапсия и страна где живут рабы пока они себя не снимут клеймо и не станут понимать кто они что никто их история они будут рапсияне ну так вот вы понимаете что вы вы понимаете что вы откатили украину но я не знаю если если в 20-х годах по украине ездили американские тракторы а потом они не ездили следующие сто лет ну может не сто меньше украинцы могут поправить то вот именно эти репарации вы должны тоже заплатить украине понимаете если украина развивалась такими шикарными шагами что люди могли заказать просто взять и сделать заказ посреди заказ извините я уже я буду вот шестнадцатый девятнадцать тысяча девятьсот вот то же самое вам скажут казахи что вы их тоже откатили назад вы их тоже не только они произвели геноцид казахов вы же забрали у них их культуру их язык их вязи они же писали вязью они же не писали кириллицы они писали вязью вы добрали их золото вы забрали их богатство представьте что такое народ нищий вот сейчас на казахский народ нищий ему ничего не принадлежит он нищий он едет на заработки в америку хотя принципе америка могла бы ехать в казахстан на заработки правильно но вы сделали казахстан нищий страной вы тоже его откатили назад я так понимаю что и таджикистан и туркистан и узбекистан могут сказать то же самое а потом во время советского союза вы использовали недра недра в том числе чеченские недра ради своих имперских интересов вы подписывали какие-то пакт ненападения с ревентропом потом воевали с ним но есть государства которые даже не имели никакого отношения ко второй мировой войне но они вложились своими ресурсами помимо своего желаниями и за это им никто не выпустил никакие репарации есть страны которые высохли у которых больше нету нефти только потому что вы постоянно с кем-то воюете и вы их тоже откатили назад потому что они жили хорошо хорошо вы сейчас откатили назад саха только не говорите мне что вы там подняли с колен саха саха вообще это дубай 50 дубаев 150 дубаев как вы можете поднять с колен 150 дубаев вы сейчас посадили жителей саха в в это виза в яму просто в яму они сидят в яме а вы ходите по и по их земле и распоряжаетесь их землей как будто вы там вечно были вечно молодым вечно пьяный вы там никогда не были вы колонизировали саха и саха хочет отделиться и отделится